всем доброго утра я диана хасанова и сегодня утро мы встретим с вами вместе сегодня я вам расскажу если школьная форма в других странах какие истории приводят зверей в зоопарк и как провести время не выходя из класса поехали поговорим о классном времени точнее она не очень классная о том времени когда мы безвылазно сидим на уроках как отдохнуть и чем себя занять в нашем сюжете этот сюжет мы будем снимать про жизнь в классе правда саму школу мы не будем заходить потому что в школу можно заходить только ученикам и учителям тем более что школу мы уже снимали раньше а вот класса изоляцию обсудить не успели сидеть весь день в одном помещении тяжеловато если раньше мы с нетерпением ждали перемены чтобы прогуляться по школе и увидеть с друзьями из других классов то теперь развлекаться приходится на закрытой территории чем же себя можно занять на самом деле ничего изобретать не нужно вы любите играть и значит нужно играть друг с руком в те игры которые вам нравится играть и если вы играете с ними на улице но в таком вот маленьком формате те кто любит лепить рисовать что-то делать это очень хорошее время чтобы просто это поделать те кто очень устает можно вообще даже на порту залезть и полежать немножко лежать это конечно хорошо но вот на например больше не хватает движения мы 40 минут сидим на уроке а потом еще и на перемене размяться не получается впрочем хитрый выход можно найти и в нашем положении любом случае ходите туалет мои дорогие вот когда ходите в туалет вы можете пробежаться по кабинету попрыгать на одной ножке проходите по лестницам это тоже на самом деле очень сильно спасает для того чтобы как-то физически начали двигаться сами отсутствие движения на самом деле это очень вредно поэтому физкульт минутки в нашем положении это необходимость и если учителя их не проводит то нужно брать дело своей руки включая музыку на смартфонах и выходит ребята девочки и мальчики кто занимается танцами вот им они сами вызываются проводят такие вот флешмобы своего рода вот это как-то есть какое-то разнообразие физкультурной деятельности вот и это им как они говорят прикольно в общем как ни крути а развлекать себя вам придется самим и есть главный секрет чем дружнее ваш класс тем проще вам будет пережить любую класс изоляцию так что побольше общайтесь друг с другом не бойтесь никогда пошуметь и старайтесь жить дружно впрочем как и всегда школьная форма была даже у гарри поттера что уж уговорить о нас если даже в сказках девочки мальчики не ходят в том чем попало но а может быть где-то это и есть это мы узнали у наших зарубежных коллег это неудобно и школьная форма и с этим рюкзаком и и тяжело почему мальчики нельзя в школу ходить а в других странах также привет меня зовут лайн это мой брат джима привет и это моя школа не помо это наша значки нам не нужно одевать шкурную форму мы можем одевать что захотим все цвета радуги вот я например пышные припышные платья а я джинсы что нельзя делать это футболки рубашки с написями может кого-то обидеть в нашей школе тоже есть школьная форма желтая кипочка и желтая футболочка ее не обязательно надевать в школе но мы ее обязательно надеваем на экскурсиях в школе мы надеваем пластины и футболку чтобы нам было удобно в школе я ношу вот такую футболку вот в ней не жарко вот там удобно просторно так себе я хожу в государственную школу но у нас в школе нет формы поэтому мы ходим в брюках в джинсах некоторые в платьях в принципе в чем угодно говорят то что в некоторых странах европы запретили зоопарки потому что зверей нельзя похищать из дикой природы но иногда без этого обойтись никак нельзя на эту тему нам расскажет милана юмангулова хоть не все любят зоопарки потому что им жалко животных но бывает что животным здесь гораздо лучше наверняка многие из вас бывали в небольшом зверинце в парке победы но не все знают что здесь не просто зоопарк здесь приют для животных с которыми однажды получилась беда у нас здесь центр реабилитации диких животных поэтому мы сюда привозим раненых с огнестрелом ранения крыла и тех которые там ослаблены тех кто ослаблены мы откармливаем потом вывозим куда нибудь в лес в поле и отпускаем тех у кого там перелом крыла мы оставляем и больше не отпустим потому что они не смогут дальше выживать в дикой среде перелом крыла одна из главных причин по которой птицы попадают в центр реабилитации это у людей все просто походил в гипси и рука как новенькая а у пернатых такая травма в дикой среде все равно что смертельный приговор только благодаря сотрудникам приюта живы и серые цапли и эссоед и вороны и большой белохвостый орлан а что случится если его отпустить? он умрет потому что раз у него перелом крыла он не может летать он не может преследовать добычу он не сможет от хищников угнаться так что он умрет просто умрет молодому белохвостому орлану повезло больше для него центр реабилитации домом стал ненадолго мы его привезли из нового города ослаблено он приземлился на территории детского центра какого-то и мы его сейчас откормим он уже набрал сил и мы скоро должны его отпустить жаль что отпускать получается не всех иногда даже совершенно здоровые животные не могут покинуть приют например этот молодой волк ему чуть больше года началась его история очень грустно его мать застрелили его забрал мужчина привел домой сначала кормил дома когда он подрос он отвел его в лес посадил на цепь и начал кормить там борщом хлебом, супом неизвестно как долго в таких условиях протянул бы волчонок если бы его не спасли добрые люди уже в зоопарке он подрос и окреп но он так и не научился сам добывать себе пищу и бояться человека а значит что в дикую природу ему уже нельзя пропадет как и европейская косуля живущая по соседству рядом она попала сюда когда ей было всего два месяца мы ее больше не отпустим потому что она уже приручная она в дикой среде просто не выживет без человека потому что она здесь уже накормленная она знает что человек не принесет никакого вреда поэтому мы ее оставили здесь у каждого питомца в этом зоопарке своя история и своя причина здесь оставаться и это здорово что есть люди готовые помочь попавшим в беду меньшим братьям так что не спешите ругать зоопарки иногда для животных и птиц это единственный шанс сохранить свою жизнь взрослые все время жалуются что у детей много вопросов на которых нет ответа мы думаем то что на каждый вопрос есть свой ответ для этого существует рубрика 200 вопросов смотрим здравствуйте меня зовут живого Милана почему доктор который лечит ухо горло нос называется лор привет Милана спасибо тебе большое за вопрос меня зовут Харитонова Валентина Олеговна я лор врач так кто же такой лор врач и почему его так называют врач отоларинголог занимается лечением болезней нарушения уха горлышка и носика откуда название лор лор врач сокращенное от латинского названия ларинга это гортань отто это ушко рина это нос а тебе милый друг от меня подарок это настоящий медицинский шпатель расти здоровой и крепкой слушайся маму дождь 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 так можно и помешать а вот завтра погода будет нормальная правда немножко прохладная обязательно погуляйте важно как можно дольше находиться на свежем воздухе с вами был ваш инструктор это ли я и инструктор Аня да 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 Продолжение следует...